28 команд, больше 60 человек участников, приехали к нам в Красноярск из разных стран и разных городов Сибири для того, чтобы принять участие в зимнем фестивале «Волшебный лёд Сибири». За три года реализации проекта его участниками стали более 200 мастеров из различных уголков нашей страны и мира. Но самое активное участие в конкурсе принимают, конечно же, команды из Красноярска. Уже под традицией тысячи людей и жителей, и гостей города приходят на набережную реки Енисей, чтобы увидеть созданные скульптуры. Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. К примеру, прошлый, 2015 году литературы, наступившей 125-летию со дня создания Василием Суриковым всемирно известной картины «Взятие снежного городка». Фестивальная зона подразумевает несколько ярусов на артнабережной. И вот то, что становится главной площадкой и, наверное, покорит всех, кто приедет к нам на фестиваль, это 3D-формат, картины, которая в этом году отмечает 125 лет со дня своего основания. Это известное в мире полотно Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка». Эта 3D-инсталляция будет готова как раз к открытию фестиваля, к 13 января. Мастера говорят, льда и снега для этой композиции понадобилось очень много. Они даже и не пытались подсчитать точные цифры. Льда здесь очень много, здесь более 1000 блоков. Это, если вы видите, обратите внимание на какие толщины льда, это более 45 сантиметров. Это одна глыба вешает около тонна 300, тонна 400, ну, примерно. Вот прикидывайте, сколько здесь тонн льда. Мы вот эти художники, побеждает этот лед, творят красоту. В течение четырех дней конкурсанты будут возводить свои скульптуры. Итоги же этого творческого соревнования подведут в понедельник. Кроме того, также 18 января все желающие красноярцы смогут проголосовать за понравившуюся работу. Команда, набравшая большинство голосов, получит приз зрительских симпатий. Но в этом году будет и особая изюминка. В воскресенье два фестиваля встретятся на одной площадке. Передаем такую эстафету волшебному льду. Здесь 17 января в три часа, в воскресенье, мы сделаем такой совместный проект «Танцующий лед». Мы проведем серию мастер-классов для жителей. Главное, чтобы погодка была хотя бы не морознее, чем эта. И посмотрим, насколько могут танцы совмещаться со льдом, вот с этим искусством. Потому что это будет достаточно интересно. Танцы это будет сальс, это будут бачата, это будут другие направления. Мы сейчас очень плотно с хип-хопом взаимодействуем, с трайвлом. Итоги конкурса подведут через неделю. Но ледяные и снежные фигуры будут радовать красноярцев до тех пор, пока температура на улице не превысит нулевую отметку. Дин Володин, Алексей Гусев, Новости.